Ювелирные правила, носить крупные бриллианты только вечером, не надевать одновременно серебро и золото и так далее, многие российские женщины в принципе никогда не соблюдали. И как выясняется, правильно делали. Сами того не зная, мы предвосхитили сегодняшнюю моду, когда все правила отменили, даже в дипломатических кругах. И золото сейчас носят и утром, и днем, и вечером. Просто вот, например, вот этот бы я бы надела с какой-то денимом, рваненьким денимом. Ну, естественно, не к вечеру и не к платьям в стразах и в кружевом. А вот это бы тоже ни в коем случае не к вечеру. А к вечеру я бы надела вот эти грубые чистышины. И вот как раз кортье. То есть на контрасте, то есть кортье не где все, ну как бы каратами блещут, да, а кортье, которые болты. На контрасте, то есть понежнее платье, погрубее украшение. Где, когда и как носить драгоценности знают стилисты. Не факт, что они правы, но они знают. Мы же в данном случае опираемся на вкус лидеров мнения. Так, например, в брендовом комиссионном магазине Камзол мы встретились с Натальей Андреяновой, владелицей бутика, организатором модных вечеринок и моделью в анамнезе. Хорошо, когда в городе есть такой сервис, когда ты, к примеру, можешь свое уже украшение, которое, к примеру, тебе надоело, да, хоть что-то новенькое, можешь прийти и сдать на реализацию. Могут быть разные варианты сотрудничества. Может быть, это реализация будет, может быть, это продажа. Очень крутой сервис – это на прокат. При стопроцентном залоге вы можете на какой-то особенный случай действительно произвести впечатление. Я вообще люблю все – и бижутерию, и ювелирку. Но в ювелирке, когда ты вот в это вкладываешься, выбираешь весь сам процесс, порой даже создание, да, все-таки это заказываешь, в какую-то душу вкладываешь. И вот, наверное, когда ты это надеваешь, ты вот как бы что-то прибавляешь к своему настроению. А настроение – это что? Это жизнь, а жизнь – это, в принципе, самое главное. Я вообще люблю брендовую ювелирку и брендовую бижутерию. Не потому, что я там сейчас зацикленный на брендах. Абсолютно нет. И я знаю, что вот чтобы создать вот эту цепочку с сердечком, это целая философия, это целая история. И поэтому получается это так, как не получается ни у кого. Когда у каждого дома ювелирного или у каждого бренда есть свои идеи. Мужчины и аксессуары – отдельная деликатная тема, где заканчивается смелый вкус и начинается нарциссизм – опять же лучше спросить у профессионала. На мужчинах должны быть часы. И чем они оригинальнее, чем… Я не за драговизну, я за какой-то интеллект. Все-таки потому что женщина может как елочка быть, она может тебе это позорить. Мужчина, наверное, должен, ну, как бы думать. Нравится мне, когда в мужском гардеробе присутствуют часы, это однозначно круто. И запонки. Вот кольца не понимаю вообще никакие, а вот запонки… Мне кажется, запонки, вот так же, как и в женском моде, нужно миксовать как можно проще. И сейчас все идет к демократизации. Поэтому вот уже вот такие крахмальные образы мужчины, по-моему, это как-то музыканты. Во все времена такие дорогостоящие аксессуары, как кольца, часы и серьги с браслетами, отражали вкус и статус человека. Если говорить о дне сегодняшнем, то они, украшения, транслируют так же и отношения к современной жизни. Ведь есть люди, которые носят все это по-старому. И те, кто не боится экспериментов.